Привет, просветители! После каждого трагического события с участием детей у политиков и чиновников всех мастей и рангов начинается одна и та же веселая викторина. Кто виноват? Я обвиняю Герцена. Филологический юмор он такой. И выбор чаще всего не особо велик. Собрать всех покемонов можно меньше, чем за минуту. Аниме, игры, соцсети, блогеры, интернет в принципе, какой-нибудь популярный сериал или фильм, Запад, куда уж без него, ну и школа с учителями. Если что-то или кого-то забыл, обязательно напишите в комментариях. Мы должны собрать их всех. И далеко ходить не надо. Вот недавнее высказывание Сергея Кравцова. К сожалению, вчерашний трагический случай в Брянске еще раз показывает то негативное влияние социальных сетей, неподконтрольное. Пока еще следствие идет, проверка. Но в том числе, возможно, целенаправленно было проведено влияние на учеников со стороны других стран, которые сегодня ведут против нас информационную войну. Согласитесь, это первое, что приходит в голову, когда слышишь о подобной трагедии. Соцсети и целенаправленное влияние недружественных стран. Опять Обама весь подъезд испортил. Обстановка в семье. Психическое состояние девочки. Психологический климат в классе. Пфф, компукторы и Америка. Нет, я, конечно, понимаю, что Сергей Сергеевич нашел своего скакуна и теперь не слезет с него, пока несчастная лошадь копыты не отбросит. Но серьезно. У него, вон, и все претензии к новому учебнику истории были западом срежиссированы. Уважаемые американские хозяева, я все еще жду свою зарплату. А то как-то неприятненько получилось. Всем заплатили, а я просто так ролик снял. Была развязана информационная война, атака на учебник. Эта атака координировалась, сегодня можно с уверенностью сказать, со стороны в том числе западных спецслужб, заявил Кравцов. Согласен. Идею, что учебник должен быть написан в научном стиле, а не напоминать передачу Соловьева, тоже в Пентагоне придумали. Заметьте, я не спорю, я соглашаюсь. На прошлой же неделе сенатор Климов объяснил общественности причины травлинга. Это как буллинг, но травлинг. По мысли некоторых борцунов за чистоту русского языка, если добавить к слову английское инг, то оно лучше будет смотреться. Слово, а не инг. И не выглядеть таким заимствованным. Боролись с буллингом, получили травлинг. В своем кругу можем все-таки своими именами называть вещи, потому что это просто пропаганда того, что мешает развиваться нашему государству и цивилизации. Child free это действительно такой торговый знак у них есть. Начну по-английски. Буллинг или травля? Да, травлинг. Не сказать, что это явление наблюдается в нашем обществе впервые, но то, что нам его подогревают совершенно конкретно, это заметно. И тут даже не буду спорить. Я тоже считаю, что травлю в школе нам подогревают. Только вот не аниме с играми и не западные спецслужбы. Когда я слышу очередные стенания Ну почему детки стали такими жестокими? Это же все интернет виноват, да? От людей, которые смотрят телеканал Россия и с восторгом читают посты Медведева, я, скажем так, чуть-чуть удивляюсь. Весело и, наверное, очень удобно жить в том мире, где блатные понятия жестокость влияют на ваших детей только в том случае, если их автор вам не нравится или появились они на том ресурсе, который вы не используете. Вот для меня пропаганда насилия и общее повышение градуса жестокости в обществе не имеет политической окраски. Потому что я глупый. Вот, допустим, депутат Гурулев в эфире федерального телеканала в октябре предложил уничтожить 20% населения. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президента, а это именно тот показатель сплочения, которое есть на сегодня, чтобы вся вот эта вот глиль, которая осталась, она должна быть. Ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Понятно, что повлиять на молодежь эта пламенная речь никак не могла. Почему? Потому что это другое. Вот, увидишь в корейском клипе радугу и сразу побежишь на улицу, целоваться не с теми. А когда целый час слушаешь о том, как и кого нужно уничтожать, это вообще ни на что не влияет. Да и идея, если кто-то не согласен с твоими решениями, и уж тем более решениями президента, то с этим человеком можно делать все, что угодно, максимально здравое. Раз никаких последствий для Гурулева не последовало. Это просто фигура речи, по мнению Думского комитета. Так что логично, если пара восьмиклассников устроит темную Петьке из седьмого Б, но он просто не особо патриот и вообще что-то о мире говорил. Это тоже норма. Они же его не уничтожили, а просто доступно объяснили, как родину любить с применением небольшого физического воздействия. Но нет, так поступать нельзя. И унижать друг друга нельзя. А вот Милонову и Медведеву можно. Почему депутату Милонову можно использовать любые оскорбления по отношению к целым группам людей? А школьникам нельзя. Просто потому, что Жорику еще нет 18 лет? Ммм, веская причина. Не, ну так-то Жорик тоже за традиционные ценности борется. Вы только посмотрите, какую рубашку Петька нацепил. Ну явно из этих. А почему Машку из пятого А нельзя называть тупой свиньей, если бывший президент России ежедневные из себя потоки оскорблений изрыгает, и эти куски текста набирают миллионы просмотров? Почему Байдена можно назвать старым пердуном, а Машку тупой свиньей нет? Ублюдки, мрази, твари. Это все лексика Дмитрия Анатольевича Медведева. Почему для него подобное обращение норма, а Жорика за те же самые слова к директору тащат? Все еще потому, что Жорику нет 18 лет? Или потому, что Медведев с врагами борется? Ну, борец языкового фронта. Так Машка для Жорика тоже враг? Вы вообще ее видели? Она себя феминисткой называет. Вы слышали, что и как в своих эфирах говорит Соловьев о Дане Милохине? И если в вашей голове промелькнула мысль, ну так это ж Милохин, мне он тоже не нравится. Поздравляю. Пожалуйста, не возмущайтесь, когда толпа шестиклассниц кроет матом одноклассницу. И не стоит заявлять, что нельзя так общаться с людьми, потому что она им тоже не нравится. Они тоже эту условную Машку терпеть не могут. И если кому-то можно публично унижать людей, особенно если это люди, обладающие политической или медийной властью и неплохим таким запасом жизненного опыта, то достаточно лицемерненько требовать от подростков цивилизованно решать возникающие конфликты. Жорик, ну кто так говорит? Медведев? Ну так-то да. Но если Милохин, Шольц, Пятая, Шестая, Десятая колонна другого языка не понимают, они против нас, как с ними еще-то говорить? Так и Машка не понимает. Вы вообще видели, что она сделала? А против коллектива идет? Мне кажется, что очень много людей, которые действительно работали с подростками, на этом моменте автоматически вычеркивается вся верхушка Минпроса. Согласятся с тем, что аргументация «тебе нельзя так поступать, потому что ты еще недостаточно взрослый» чаще всего работает? Не работает. Я вот честно скажу, не знаю, что за чудо-педагогам нужно быть, чтобы суметь объяснить, что до 18 лет оскорбление и унижение людей это ай-яй-яй, а вот после совершеннолетия уже ой-ой-ой. Понимаете, донести до сознания молодого человека, что с одной стороны оскорблять людей в принципе неприемлемо, но если ты взрослый и объект твоей ненависти действительно... Подождите, загляну в фон золотых цитат Медведева. Шобла, шавка, имбецилы, потаскуха? Достаточно сложно, ну, потому что вы же прям Машку описали. Я искренне не понимаю всеобщего удивления за жестокостью детей, когда с экрана и соцсетей, внимание, со страничек правильных людей ежедневно льются помои и призывы кому-нибудь что-нибудь оторвать. В этом плане просто потрясающий пример это ситуация, которая произошла на прошлой неделе. В своем телеграме я ее уже освещал. Кстати, подписывайтесь, там все выходит гораздо раньше. Практически каждый месяц страна охает и ахает от очередного жуткого видео, на котором подростке организовано кого-то. Тут может быть несколько вариантов. Мутузят, заставляют извиняться на коленях, оскорбляют, унижают, ну и так далее. В общем, устраивают самый крутой и безопасный вид травли. Простите, травлинга. Толпа на одного. Желательно самого слабого. И в комментариях под подобными видосами все как обычно. Да кто их родители? Как такое возможно? Это их соцсети научили. В наше время такого не было. Пессольцевый бойкот. А что это такое? Сейчас узнаешь. Потом обязательно к микрофону выплывает кто-нибудь из депутатов и толкает душесчипательную речь. Воспитание, в школе, психологи, в школе, злые игры, фильмы, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну и так далее. Мы этот плач Ярославны уже не раз слышали. Тут в Госдуме заявили, что разрабатывают закон о буллинге. У нас появятся такие термины, как зачинщик травли, жертва, соучастник. Интересно, как та история, которую я веду, будет в свете нового закона смотреться. Эта история вымышленная и ничего общего с реальностью не имеет. Увы, нет детишки. Это наш с вами реальность. Жил да был депутат Андрей Луговой. Начало уже ничего хорошего не предвещает. И вот в один прекрасный день наш слуга народа, надеюсь, никого не оскорбил, узнал, что у Аси Казанцевой, популяризатора науки и автора книг, в одном из книжных магазинов пройдет презентация. Что могло пойти не так, скажете вы? Луговому не понравилась политическая позиция дамы. Ну, знаете, враг народа, западные гранты, дискредитация армии. И наш уважаемый депутат решил, что отличным способом проучить предательницу будет... Как вы думаете, что? Правильно. Выложить в своем телеграмме адрес Казанцевой и сопроводить это фразой. Для тех, кто лично хочет довести до Аси, что предательство своей страны это самый страшный грех. Да, вот такими репостиками наши законотворцы балуются. Депутат сливает адрес женщины и намекает, что неплохо бы подписчикам отправиться к ней домой. Казанцева, кстати, молодая мама. Ну, это просто к слову пришлось, а то знаете, у нас же все сейчас говорят защита детства, защита материнства. Отличная защита. Натравить толпу людей. Пацаны, валим Казанцевой домой. Чем это отличается от предложения Жорика поймать Машку после уроков за гаражами? Да, пожалуй, только масштабом. Но так как в роли Жорика у нас депутат, а Машка против военных действий, то это уже и не травля. Через пару месяцев этот же Луговой будет голосовать за принятие закона против буллинга. Милота-то какая. Вообще, конечно, в последнее время масштаб лицемерия просто поражает. Целый год Минпрос и настоящие патриоты говорят о том, что школьников на уроках ОБЖ нужно научить стрелять. А сейчас следствие выясняет, не учил ли отец девочки из Брянска ее оружием пользоваться. Так вы же сами хотите буквально в следующем году каждому старшекласснику автомат в руки вложить. И что-то мне подсказывает, никто не будет особо интересоваться психологическим и психическим состоянием детей, которых будут учить стрелять. Но вот здесь нужно понять, вдруг ее учили. Когда на трэш с депутатом и Казанцевой обратила внимание Собчак и на канал Лугового налетела общественность, ну или западные проплаченные боты, тут уж решайте сами, Луговой пост с ее адресом удалил, но зато выкатил другой с перечислением всех ее антироссийских высказываний. Ну, чтобы общественность поняла, что травля в конкретном случае это очень даже хорошо и даже полезно. Вот просто представьте, ты депутат, и ты понимаешь, что какой-то гражданин нарушает законы твоей страны. Что ты будешь делать? Напишешь заявление? Согласитесь, как-то не по-пацански. Засал что ли? Ты призываешь подписчиков отправиться к девушке и что-то ей объяснить. Если это не показатель верховенства закона в стране, то я даже не знаю. Мне кажется, что депутат Луговой теперь просто обязан по школам страны настоящие гастроли устроить. Пусть в актовом заяв детишкам объясняет, почему буллинг – это плохо, почему сливать личные данные – это преступление. Но если человек враг, то это совершенно другая ситуация. Особенно если на разборки пойдешь не ты, а ты просто, ну, так между делом репостик сделал, так, знаете, немножко квороста в костерчик добавил, но ручки вот они, смотрите, какие чистенькие. Я просто сделал репост. Вот ее адрес. Она против страны. Ей надо кое-что объяснить. А вот не подеретесь, а вот не до крови. А я не подстрекатель. Я депутат Госдумы. И вот здесь между нами, как говорится, очень большая разница. На месте Аси Казанцевой мог быть Казан Асевой. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Я вообще не слежу за ее творчеством. Не смотрел ни одной лекции. Но мне это и не нужно, чтобы понимать, что сливать адрес человека и призывать к травле – это, господа, простите, жопа. А еще это преступление. А вот депутатам и их подписчикам – это непонятно. И я вас уверяю, в следующем году эти же люди опять будут какого-то нового виновного искать в очередной школьной потасовке. Дети сейчас, конечно, очень жестокие. Как же здорово, что взрослые – нет. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк. Это очень поможет для продвижения. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать меня, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, без рекламы и доступен эксклюзивный контент. Например, записи всех моих прямых эфиров. Именно там можно найти. Кстати, сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а с вами я, как обычно, встречусь уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.